МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире обзор прессы. Сегодня мы расскажем о самых интересных публикациях недели. Отгуляли праздники, пора за работу. Газета «Советская Чувашия» представляет печатную версию очередного выпуска программы «Главная тема». На этот раз речь идет о ситуации в сельском хозяйстве республики. Вместе с главой Чувашии и депутатами Госсовета журналисты объехали поля и хозяйство многих районов республики. Новости с полей таковы. В Батыревском районе посадят подсолнечник, в Яльчиках местные кулибины и Старой Девятки сделали агрегат для подкормки посевов. А в Ядрине журналисты приняли участие в национальном обряде посадки картошки и посетили один из самых современных в Поволжье молочных заводов. Мало кто верил поначалу, что такое возможно. Мы сумели не просто поставить завод на ноги, но и оснастить его самым современным оборудованием. По общему признанию, сегодня Ядрин молоко является гордостью не только Чувашия, но и всего Приволжского федерального округа. Создан прекрасный коллектив, который чтит опыт прошлых поколений, ведь завод основан в 1931 году и держит руку на пульсе времени. Поделился мнением заместитель председателя Госсовета Чувашии Николай Малов, долгое время возглавлявший предприятие. Былую славу хотят вернуть себе и хмелеводы республики. Подробности сельскохозяйственного путешествия журналистов читайте в свежем номере советской Чувашии. Информационный накал вокруг предварительного голосования «Единой России» набирает обороты, констатирует газета про город и напоминает, что в республике оно пройдет уже в это воскресенье. 22 мая в Чувашии откроется более 200 участков для голосования. Работать они будут с 8 утра до 8 вечера. Каждый выборщик получит по три бюллетеня. Два по выборам в Госдуму и один в Госсовет Чувашии. В отличие от традиционных выборов поставить галочку здесь можно будет сразу напротив нескольких фамилий. А в Чебоксарах для тех, кто придет голосовать, подготовили несколько сюрпризов. Предварительное голосование – это реальная возможность выбрать тех, кому действительно доверяешь и о чьих делах знаешь не понаслышке. В Чебоксарах на счетных участках мы планируем провести культурные и спортивные мероприятия. А каждый, кто придет на голосование, получит пригласительные в парке, музее города, на каток, отметил глава города Чебоксара Леонид Черкесов. Кстати, предстоящему голосованию «Единая Россия» целую полосу посвятила и появившееся под выбор издание сомнительного толка «Молодой комсомолец в Чувашии». Под броским заголовком бульварного чтива, слогом, приближенным к общению пьяных в подворотне, газета все же пытается разобраться, что же такое предварительное голосование, в чем его плюсы и перспективы, и в поисках ответа даже цитирует Владимира Путина. «Я очень рассчитываю на то, что это будет хорошим инструментом поиска новых перспективных политиков, которые сделают свой первый шаг на предстоящих выборах и будут работать дальше на благо всего общества», напутствовал единороссов глава страны. В общем, ждем результатов голосования. На днях стало известно, что Чебоксары вошли в топ городов-лидеров по качеству работы ЖКХ. Приятной новостью делится газета «МК» в Чебоксарах. По итогам интернет-опроса, столица Чувашии вошла в десятку лучших муниципалитетов, жители которых удовлетворены уровнем работы коммунальных служб. Их работу чебоксарцы оценили на 6,2 балла по 10-бальной шкале. Средний показатель по стране чуть выше пятерки. Подробности читайте в «МК» в Чебоксарах. Чебоксары в перспективе ожидает настоящая транспортная революция. Чебоксарские новости рассказывают о плане перспективного развития пассажирских перевозок до 2020 года. Только представьте, маршруток меньше, автобусы больше, из юго-западного к заливу на троллейбусе без пересадок. В общем, планов, как говорится, громадье. Когда они начнут притворяться в жизнь, рассказывают чебоксарские новости. А уже совсем скоро в Чебоксарах стартует девятый по счету кинофестиваль. С 23 мая на 5 дней столица Чувашии превратится в столицу авторского кино. Аргументы и факты сообщают, фестиваль откроется показом нашумевшего фильма режиссера Эллы Манжеевой «Чайки». В программе основного конкурса 12 картин. А посмотреть их по старой доброй традиции можно будет абсолютно бесплатно. Это был обзор самых интересных публикаций за неделю. Увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин